Теперь в этом дворе ночью светло, как днём. 20 светильников появились по просьбе жителей. Они освещают территорию у школы и все тротуары. Городские службы сработали оперативно и принесли сюда свет за 4 дня. Детвора красками на снегу старательно выводят слово «спасибо». Для местных школьников светлый двор – настоящий подарок. Говорят, теперь после тяжёлого учебного дня можно гулять, не боясь темноты, и из школы вечером не страшно возвращаться. Сейчас поставили фонари, мне не стало страшно. Вот я хожу на танцы, и мне до этого было всё страшно. И ко мне всегда приходил папа, потому что мне было реально страшно. А теперь поставили, и всё хорошо. Жители близлежащих домов рассказывают, раньше едва стемнеет, лишний раз из дома не выходили. Здесь орудовали хулиганы, отбирали у людей деньги и телефоны. Их жертвами становились и владельцы автомобилей. В это лето мы сделали своим мужчинам парковочные карманы. Через три месяца у нас, как называется, разули наши машины, мужчин наших, три машины. А теперь, когда нам сделали освещение, наши мужчины спокойно ставят свои машины безопасно. Освещение во дворе на улице Георгия Димитрова появилось в начале февраля. На обращение жителей городские службы среагировали через две недели. Светильников установили ровно столько, сколько нужно для того, чтобы весь двор был освещен. Жители не нарадуются. От чистого сердца дарят рабочим подарки и поздравляют с наступающим праздником. Мальчишки, поздравляем вас с Днём защитника, с наступающим. Желаем вам всем здоровья. Жители очень благодарны. Большой-большой тем. Ну, чай попейте. Рабочие скромно отвечают. Ничего особенного не сделали. Хороший результат, когда он всем приятен. И жителям, и нам. И сами, когда сделаем свою работу, всё хорошо. И самим приятно. Ну, и когда от жителей благодарны, слышишь. Естественно, любому человеку было бы приятно. На достигнутом жители останавливаться не собираются. Теперь планируют благоустроить свой светлый двор. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Начинали идти. Компания.